Я съезжаю от своих родителей, потому что я встретила классного парня, и теперь я хочу вместе с ним жить. Моего парня зовут Брайс, я собрала уже чемодан, и я съезжаю от своих родителей и буду жить вместе со своим парнем. Я просто безумно счастлива. Правда, теперь мне придется найти работу. Ребята, ну а за эту идею для видео, этот сериал и новый формат на моем канале, я благодарю своего подписчика и своего модератора в телеграм-канале Белка1412. Спасибо тебе огромное! Твой ник в Роблокс высветится прямо вот здесь. Ребята, если вы тоже хотите придумывать идеи для моих видео, а также попасть теперь в мою новую рубрику, которая появится уже совсем скоро на канале, где я буду снимать видео вместе с подписчиками, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Я уже переехала к своему парню Брайсу, у него просто потрясающий дом, огромный пруд, огромная территория и огромный сад. Я думаю, что мне будет очень классно здесь жить, поэтому я сейчас захожу к нему домой. Ого! У тебя очень красивый дом, теперь мы будем жить с ним вместе. Правда, сейчас мне придется начать искать работу, потому что нужно платить за аренду этого дома. Я больше не живу с родителями, я хочу поесть. Но мой парень хорошо зарабатывает, но я не хочу, чтобы он меня обеспечивал, я хочу, чтобы я все смогу сделать сама. У меня есть работа для тебя? Ого! Конечно, да, я хочу попробовать эту работу, и я думаю, что я на нее соглашусь. Тем более, работать вместе со своим парнем будет очень-очень круто и очень-очень весело. Мы провели целый один день уже в нашем вот таком красивом доме, и у нас уже наступила ночь. Ну а завтра будет мой первый рабочий день, поэтому я сейчас ложусь вместе со своим парнем спать, и мы завтра с самого утра встанем и пойдем работать. Уже наступило утро, у нас сейчас 11 утра, и мы собираемся на работу. Мой парень сказал то, что в принципе не нужно идти с утра на работу, поэтому мы решили сегодня поспать, так как вчера поздно легли. Я сейчас умоюсь, схожу в душ, и после этого можно будет собираться на работу. Все, можно теперь идти на работу. Мне кажется, что мне нужно поменять свою одежду, потому что я выгляжу не очень в таком рабочем стиле, поэтому я думаю, самое время найти себе какой-то классный гардероб. Нам нужен какой-нибудь жакет или что-то такое простое, что-то консервативное, потому что мой парень сказал, что работа очень серьезная, и там нужно выглядеть очень строго и презентабельно. Поэтому я решила выбрать себе жакет и решила выбрать себе брюки. Мне кажется, такой офисный стиль очень подходит, я одета очень строго, и теперь мы можем отправляться с моим парнем на работу. Он уже подготовил машину, чтобы мы отправлялись, я уже сажусь и жду, когда мы до нее доедем. Первый рабочий день это всегда очень волнительно, потому что я никого не знаю, я в принципе еще ничего не умею делать на новой работе. И это, конечно, очень волнительно, но Брайс сказал, что он мне поможет, и мой первый день будет очень классным. Я надеюсь, что так оно и будет, и самое главное, что мне очень понравится эта работа, я надеюсь, что я захочу работать на этой работе. Правда, мне Брайс не рассказывал нюансы этой работы, непонятно, чем они занимаются. Он просто сказал, что работает в лаборатории. Брайс сказал, что мы уже подъезжаем к работе, к нашей лаборатории. Я абсолютно не знаю, чем я буду там заниматься, но мне очень интересно. Вот работа будет очень интересной, потому что она такая вся официальная, и я думаю, что будет интересно. Я уже издалека вижу, похоже, это наша новая работа. Выглядит очень красиво, надеюсь, что мне там понравится. Мы уже действительно подъезжаем, и прямо сейчас начнется мой первый рабочий день. Мы уже припарковались, точнее паркуемся. Все, мы разворачиваемся, припарковались, и теперь можно выходить и начинать работу. Безумно-безумно волнуюсь, здесь все очень красиво. Здесь действительно какая-то лаборатория, разные кабинеты важные, где проводят какие-то исследования. Будет очень интересно понять, чем же здесь занимаются. Ничего себе, мой парень переоделся, он теперь одет в халат, он ученый. Значит, мне тоже, я думаю, что нужно переодеться, поэтому я сейчас выберу себе такой же халат, чтобы не повредить свою вот такую официальную одежду. Мне кажется, вот этот потрясающе подходит. Здесь мы будем создавать монстров? Ничего себе, к такому я не была готова. А это хорошо создавать монстров? Так вообще должно быть? Я не знаю, здесь очень много каких-то опасных контейнеров. Это все, я так понимаю, нельзя трогать. Я не знаю, как мне понравится на этой работе или нет. Я не очень хочу создавать монстров. Мне кажется, что это как-то по злому, но я хочу попробовать. Можно это будут какие-то очень добрые монстры. Здесь мне Брайс показывает тоже, какие у них есть отсеки, какие у них есть лаборатории и что они здесь производят. Очень видно, что все это опасная зона и ко всему лучше не прикасаться. Нужно быть очень аккуратными. Ничего себе, он взял какое-то красное вещество. Ничего себе, я даже не заметила, но здесь в клетках уже лежат монстры. Но они лежат, они ничего не делают. Я не понимаю, почему. Возможно, что они в бессознательном состоянии и сейчас еще только будут приходить в себя. Я надеюсь, что это добрые монстры. И сейчас я отправляюсь вот в эту лабораторию. И здесь, как сказал Брайс, именно создаются эти монстры. Очень серьезное помещение. Надеюсь, что это действительно будут добрые монстры, которые будут творить добро. Брайс уже сюда привел первого монстра. Но, как он сказал, он еще без сознания находится. И он еще не готов к тому, чтобы жить. Поэтому сейчас он будет ставить эксперименты. А я буду за этим наблюдать, так как я учусь создавать монстров. И я хочу посмотреть, что же он сейчас будет делать, чтобы этого монстра привести как-то в чувство. И чтобы я тоже смогла потом это сделать. Он проводит какие-то исследования, что-то изучает. Я, если честно, ничего вообще не понимаю в этом. Надеюсь, что я смогу быстро обучиться, чтобы уже пройти стажировку и получить эту работу. И надеюсь, что мне понравится. Ничего себе, его ударяют какими-то лазерами. Я надеюсь, что ему не больно. Мне бы не хотелось, чтобы этому монстру было больно. Теперь его омывают какой-то водой и ударяют током. Мне кажется, какие-то очень жестокие методы. И я, если честно, не хочу быть к этому причастна. Мне не нравится эта работа. Я не хочу здесь работать. Я, конечно, понимаю, что мой парень на этой работе получает очень много денег. Но похоже, что эта работа не самая полезная и не самая добрая. И здесь, мне кажется, они создают какое-то зло. И это какая-то злая корпорация, скорее всего. Я не хочу этим заниматься. И я думаю, что мне лучше уволиться отсюда. Потому что мне не хочется делать монстров, которые будут уничтожать город или делать что-то злое. Я не хочу работать. Поэтому я напишу своему парню, что мне это неинтересно. Лучше подыщу себе какую-то более добрую и простую работу. Включай эксперимент. Я не буду. Я не буду делать монстров. Поэтому я пишу ему нет. И я собираюсь уходить. Он приказывает мне и говорит включать быстро. Я говорю нет. Куда он меня несет? Мне кажется, что он сейчас хочет, чтобы я уволилась. И чтобы мы работали в разных работах. Но нет. Он отнес меня в клетку. Почему он отнес меня в клетку? Почему мой парень отнес меня в клетку? Что происходит? Выпусти меня. Я не хочу здесь находиться. Я хочу найти нормальную работу. А если все эти монстры это тоже были такие же люди, которые просто не захотели здесь работать. И теперь из них сделали монстров. Возможно, что так оно и есть. И я буду следующая. И мой парень сделает из меня этого монстра. Просто потому, что я не захотела здесь работать. Это очень страшно. Я не хочу быть монстром. И не хочу разрушать свой город. Продолжение следует...